Ведет в сезону Бронкова и доволен? Ну, счастья, счастья, счастья. Ну, счастья нет, потому что упустили возможность занять второе место и упустили возможность победить за чемпионство. Сами не виноваты, в этом сезоне надо очков, поэтому нельзя сказать, что доволен. В перерыве у Риналя параллельной матчей играл? Да, видишь, что четыре месяца было, но там, честно, будут быть разницы, будут вот эти два раза в колечках, но не получилось. Это наша вина и я считаю, что это не позволит заканчивать сезон. А что не получилось? Начали хорошо, моменты создавали, были опасные моменты. Реализовать моменты. Потом уже нашли моменты удара и за билетом решили свой момент, а мы не смотрели. Руслан, вопрос, который болельщики пишут. Откуда такая нервозность в команде? Когда начались с желтой карточки, то есть судья сперва вообще никому ничего не показывал, потом начал раздавать направо и налево, и как будто Спартак завелся, командно как-то, знаешь, как единый организм. Конечно, завелись, потому что это направо и налево были для Спартака. Такие неочевидные моменты, но провокация со стороны как-то крыльев, где-то были судья, и так сказать, я бы сказал, и дал играть дальше. Но я считаю, что это не позволительно, и это должно наказываться, как на коле. Тоже в ответ давать желтой карточке, но я решил так, его мнение, он не может ошибаться. Поэтому из-за этого где-то эмоционально смотрелось, все хотели победить, и такие моменты всегда непрятны. Если можно это сказать, Гильермо очень жестко высказался по поводу дисплификации Соболева, еще даже удаления до дисплификации Соболева на шести год. Сегодня Георгий получил со скамейки абсолютно недопустимую красную карточку и пропустил первый тур моего сезона. В раздевалке обоскать что-то? Говорил об этом уже по горячим седам, или приберег это общение на потом? Да нет, я думаю, нет смысла ничего разговаривать об этом, потому что у нас задача была выиграть, а не обсуждать наши красные карточки. Поэтому, я думаю, потом мы начали общаться сами. Георгий, как капитан, просто не мог оставить такие моменты, которые просто не справедливо. Он видел все со стороны. Понятное дело, когда ты участвуешься в каких-то моментах, ты не можешь это оценивать и объективно принять какие-то решения. Но он видел со стороны, и я думаю, что может где-то будет правда. Ребята, спасибо. Давайте два вопроса уже снять. Спасибо.